Всем привет! Меня слышно, да? Сейчас, пока открывается презентация, я не буду терять времени. Ну, как уже несколько раз говорили, меня зовут Соня, и я действительно из Самары, и на самом деле я всего лишь три года как уехала из Самары, и живу в Москве, поэтому мне было очень лестно, что меня сюда пригласили. Мне не хочется чувствовать себя каким-то гостем, хочется чувствовать себя, просто я дома и могу что-то рассказать. Вот. Ну, я сейчас работаю главным редактором журнала «Стрелка Магазин» в институте «Стрелка», и чтобы было чуть понятнее, что я вообще из себя представляю, я объясню, что такое начало «Стрелка» быстренько. Шесть лет назад, в 2009 году, это шесть лет назад? Семь, представьте. Да, ну, в общем, там где-то шесть-семь лет назад группой инициативных бизнесменов в Москве был создан этот институт, который создан для того, чтобы заниматься медиа, архитектурой и дизайном, а точнее урбанистикой, наукой, которая изучает, как устроен город, в частности, ландшафт Москвы и уже затем, в том числе и, в принципе, России. И надо понимать, что если сегодня, да, урбанистика — это какое-то такое слово-паразит на любой конференции, где хоть как-то говорят про город, и, в принципе, сегодня никого не удивишь, если скажешь, что там, я не знаю, я увлекаюсь йогой, здоровым питанием и урбанистикой, то все более-менее друг друга поймут. Но тогда, в 2009 году, на самом деле, более-менее так вот активно никто это слово-то не употреблял. И данных каких-то о городе, о том я не знаю. Вот сегодня там популярная карта, где можно собрать, где есть открытые данные, или карта, где можно перерабатывать мусор, или какие-то любые другие данные в таком человеческом масштабе обычных горожан, они, конечно же, существовали, но находились в очень разрозненном состоянии в разных источниках и так далее. И за вот эти вот 6 лет, пока существовал Институт Стрелка, и, соответственно, начались вокруг этого разговоры и так далее, и так далее, сегодня есть высшая школа урбанистики при высшей школе экономики, сегодня есть кафедра территориального развития в Шаненке, это другой московский вуз, сегодня есть та же самая Стрелка, которая продолжает активно функционировать. В общем, это более-менее наука, которая более-менее институциализировалась, умное слово, в Москве. И я подозреваю, в принципе, довольно имеет большой охват и в регионах тоже. Да, вот, собственно, я же даже забыла, как я обозвала всю эту лекцию, а называла я ее «Кому нужны городские исследования?». И я пропущу пару слайдов, это я говорила о журнале, который я делаю. Собственно, в этом журнале я стараюсь со своей небольшой командой журналистов рассказывать про разные такие городские исследования, и вообще пытаюсь переводить на язык для широкой аудитории, порой скучные, никому непонятные эти урбанистические исследования, кажущиеся очень чем-то далеким и не думающим о простых людях. Но на самом деле, в принципе, в каждом из них есть что-то очень интересное, что может вдохновить и, не знаю, замотивировать человека думать о своем городе и также с такой же исследовательской позиции, с какой думают уже профессионалы. Дальше я рассказывала про институт Стелка. Собственно, это наш двор, если никто ни разу не был. У нас есть летом большая публичная программа, в рамках которой приезжают, она абсолютно в основном бесплатная, приезжают лекторы, известные архитекторы, какие-то, не знаю, дизайнеры, и рассказывают о своем опыте, рассказывают о своих проектах, делятся с огромной аудиторией. Мы собираем около 2000 человек ежегодно по несколько раз в месяц. В общем, если кто-то будет в Москве, начиная с 20 мая у нас открывается в этом году программа, заходите, я, в принципе, там всегда сижу где-то за теми стеклами. И я уверена, что… У нас есть сайт стрелка.ком, где есть вся программа, и смотрите. Я надеюсь, что она кому-то может показаться интересной. Это слайд был на тему того, что урбанистика кажется очень болтающей наукой и малоделающей. И дальше как раз я хотела… Это примеры публикаций, которые вышли у нас в журнале, посвященные этим разным исследованиям, интервью со специалистами и так далее. И да, собственно, быстрее уже надо, наверное, переходить к делу. Первый и самый такой… Я буду идти от очень больших глобальных к совсем точным и простым. Вот этот большой глобальный – это проект в Байкальске в 2013 году. Байкальский бумажно-целлюлозный завод, который был градообразующим предприятием и давал нескольких тысячам людям работу, был закрыт, потому что он больше никому был не нужен, и очень сильно загрязнял озеро Байкал. Его решили закрыть, и это очень сильно осложнило социоэкономическую ситуацию в этом городе. И помимо того, что люди потеряли работу, в принципе, в некоторой степени можно сказать, что был закрыт какой-то, ну вообще источник каких, какой-то вот… Ну во многом источник, не знаю, гордости людей, которые тут живут, источник понимания того, о чем вообще твой город. И местным правительством было инициировано желание создать на месте этой огромной территории, которую занимал… Кто-нибудь там когда-нибудь был? Нет, я тоже… Вот, мне кажется, наверное, мой папа там работал. Это удивительно. Ну ладно. И… Ла-ла-ла. Да, и у них возникло желание на месте этого завода сделать огромный парк, посвященный каким-нибудь заповедникам. Но вот это все звучало очень непонятно, так называемое «бриф», да, то есть некое задание к действию, совершенно его не было понятно. И они пришли в профессиональную консалтинговую компанию, которая называется КБ «Стрелка». Это, собственно, коммерческая практика института «Стрелка», которая образовалась несколько лет назад, из выпускников «Стрелки» в том числе. И они сказали, мы хотим понять вообще, какой нам нужен такой вот парк. И команда урбанистов вылетела в Байкальск, провела там две недели, сделала там десятки разных интервью с разными слоями населения, изучила вообще, что сохранилось от этого комбината, а что совсем пришло в упадок. Выяснилось, например, что не так уж и сильно люди не любили этот комбинат, потому что было такое вот, это загрязняющий Байкал, жуткий комбинат, он никому не нужен, но на самом деле выяснилось, что для многих людей это вообще-то символ города, и непонятно, как дальше без него там жить. Или, например, школьники, которые сказали о том, что вообще-то да, я не буду здесь учиться, потому что здесь учиться негде, но если бы у меня было рабочее место, я бы вернулась сюда, потому что я люблю свой город. Ну и, собственно, была разработана концепция, которая называлась Байкальский комбинат производства природы, и было предложено там несколько совершенно сумасшедших идей создать из этого такого монстра, который уничтожает природу, сделать там музей экологических катастроф, которые бы рассказывали, например, о том, что происходило в разных концах мира с экологией и всяких больших катастрофах, не знаю, демонстрация производства разных продуктов, которые были там созданы только в уменьшенном масштабе. В общем, в итоге эту концепцию была утверждена чуть ли не президентом, и сейчас она, конечно, находится в каком-то подвесном состоянии, но в ближайшие пять лет там планируется действительно начать уже реализовывать эту концепцию. И да, к ней много вопросов, и это не значит, что это самое лучшее будущее, которое там искали себе местные жители, но, возможно, этот огромный байкальский комбинат производства природы создаст новые рабочие места, изменение совершенно отношения местных к своей среде, и все там будет неплохо. Я буду стараться сейчас не уходить, наверное, так подробно в каждое исследование, иначе я совсем выбьюсь из графика. Если вы чувствуете, что я слишком много говорю, останавливайте меня, пожалуйста. Умная школа в Иркутске – это уже чуть более мелкий по масштабам проект. Инвестор купил себе огромную территорию, решил застроить ее все элитным жильем, и решил, что для того, чтобы люди туда переехали, ему нужен какой-то такой элемент, который будет всех привлекать, и он решил создать новую школу. Но только он решил подумать о том, какая такая должна быть новая школа, чтобы привлекать туда жителей. И урбанисты изучили опыт современных школ в разных странах, посмотрели на нормы, начиная от ширины перил, от того, каким должно быть освещение, какое количество квадратных метров каждый ученик должен занимать в классе, как сегодня должен быть организован библиотека, актовый зал и так далее. И был придуман совершенно новая концепция понимания школы, в которой должен сидеть школьник. И после этого, собственно, эта школа уже сейчас строится, и, надеюсь, она будет очень интересной и новой. Это еще один формат того, как можно применять свои городские исследования. Собственно, это проект, который был сделан в выпускнице стрелки Екатерины из Мести в 2012 году. Она это сделала уже внутри института, и сразу масштабы у нас совсем другие. С помощью… Она взяла данные из Flickr. Все знают, что такое Flickr? Flickr – это сайт, который позволяет загружать туда свои фотографии. Это обмен изображениями… Сервис картинок, спасибо большое. Там на самом деле несколько миллионов пользователей и еще больше картинок. Я, наверное, ошибусь и скажу, что это предвестник такой инстаграма, но, собственно, он тоже позволяет отслеживать геолокацию, то есть место, в котором было сфотографировано, место, где была сделана фотография. И Екатерина с помощью компьютерных программ выгрузила более трех тысяч фотографий. Точнее, там так, сейчас, подождите, я очень не хочу называть неправильные цифры. Она проанализировала больше 40 тысяч фотографий от более чем трех тысяч пользователей. И изучила она тем самым, как, например, в Москву воспринимают местные и иностранные туристы. И сделала очень много для себя новых выводов, например, о том, что… Вы знаете, в Москве есть Новый Арбат и Старый Арбат, и она узнала, например, что Новый Арбат выбирают в основном местные жители, а Старый Арбат выбирают только туристы. Или, например, что какие-то туристические достопричательности, которые есть в справочнике, совсем никого не волнуют, а вот, например, там рядышком есть кладбище, и вот оно пользуется большой популярностью. И вот она сделала такие, может быть, на первый взгляд, кажется, поверхностные выводы, или непонятно, как их применять, но на самом деле такие выводы позволяют, например, перестроить туристический гид, или придумать новое приложение, позволяющее по-другому совершенно пользоваться Москвой, и так далее. Совсем другой проект, и это о том, еще чуть более простой, на мой взгляд, он говорит о том, что не стоит бояться задавать, на первый взгляд, очевидные вопросы, что в обычных очевидных вопросах может крыться какая-то настоящая исследовательская проблема. И она задалась вопросом, а вообще нравится ли детям играть на этих игровых площадках. Вот у нас есть игровые площадки, вот даже сзади нас есть стандартная такая российская городская площадка, особенно она классно смотрит зимой. И она задалась вопросом вообще, а можно ли у детей спрашивать, как нравится им или нет. И она просила несколько десяток детей, и выяснила, что большинству детей не нравится их площадка, намного больше нравится играть на пустынных каких-то непонятных территориях, с какими-то тайными приключениями и невнятной инфраструктурой, и что совсем им не очень нравится эта красная змейка или железная горка. И это позволило ей сделать много разных интересных выводов о том, как на самом деле могла бы быть устроена обычная детская площадка. И более того, в Европе сегодня уже создаются такие детские площадки, которые позволяют одновременно быть как будто бы пустырями с тайными всякими неизвестностями, но при этом обеспечивающие, естественно, их безопасность и спокойствие родителей. Последний проект. Собственно, сегодня Алексей чуть выше сказал о нашей программе «Вектор». «Вектор» — это онлайн-школа городских предпринимателей. Собственно, буквально год назад появился этот проект. Это как раз возможность попробовать отчасти перенести то знание, которые там на месте получают всего лишь 40 студентов в год на стрелке, перевести в онлайн и сделать доступными в регионах. Он рассказывает о том, как открыть свой городской стартап, как открыть приложение, это последний курс, который мы запустили. Он, в общем, так мотивирует встать и пойти и сделать. Особенно, мне кажется, я сама, я до 19 лет жила в Самаре, поэтому, можно сказать, активную часть своей жизни прожила здесь. И знаю, как часто здесь очень много чего хочется, а потом ты просто понимаешь, что следующий шаг пойти кому-то и предложить эту идею, возникает миллион барьеров, почему это стоит не делать, и пойду я вообще и займусь тем, чем никогда не хотел заниматься, но вроде говорят, что это востребовано. И он позволяет немножко перешагнуть этот барьер и начать заниматься проектом, которым, возможно, вы хотели заняться всегда. И что для этого нужно сделать? И там есть хорошие эксперты, которые вам обо всем расскажут и покажут, и там есть задания, которые вы выполните. И сегодня вот уже очень много учеников Вектора сделали свои первые исследования, и перед нами исследование, которое сделала Анастасия Альбакринова. На самом деле здесь невозможно мне к тебе не обратиться. И она задалась таким вопросом, все вы знаете, что это самарский проект, что здесь есть забор, который протягивается вдоль всего центра города, потому что строилось метро по Новосадовой, да, все его узнают более-менее. Да, и несмотря на то, что это как бы центр города, этот забор совсем изменил и то, что там происходит вокруг этого забора, и тот малый бизнес, который находится около этого забора, все это на Новосадовой, к местным кафе не приходят их посетители, я не знаю, там невозможно нормально прогуляться, теперь у нас жуткие пробки, и, в общем, кошмар какой, забор испортил вообще праздник. А? А? Ничего. Вот. И, собственно, Анастасия сделала очень простую вещь, на самом деле. Ну, помимо того, что она его закартографировала и показала все возможные активности, которые там существуют, она просто прогулялась по этому забору и посмотрела на разные неочевидные какие-то, назовем это так, пространства и какие-то, на первый взгляд, несимпатичные элементы. И, например, обнаружила, что там есть закутки, которые образуются из-за того, что есть как бы подъезд и есть забор напротив этого подъезда, и получается такой островок, который никак никем не используется. И, возможно, эти кафе, которые находятся в этом здании, могли бы делать такие поп-ап кафе, то есть вытаскивать какие-то столики и предлагать людям там присесть, и тем самым эта территория бы уже совсем по-другому выглядела и не казалось, что лучше туда не заходить. Ну, там, на самом деле, я просто понимаю, что у меня совсем осталось мало времени. Еще 10 минут. Даже так. Хорошо, тогда я попробую еще вспомнить о том, что предложила Настя. Например, Настя также сказала о том, что рекламные щиты, которые теперь там не пользуются вообще потребительским спросом и стоят, и пустуют, могли бы стать дополнительными местами для анонсов городских мероприятий или для небольшой какой-нибудь местной выставки современных художников. И почему бы эти пространства не использовать вот с такой вот замечательной целью? Или она заметила... Но я надеюсь, что это интересно, потому что это показывает, что, ну, здесь вот не было использовано никаких государственных больших денег. Здесь, в принципе, есть просто желание человека как-то изменить среду вокруг себя. И сегодня здесь, я так понимаю, собрались очень много ребят, которые хотят сделать какие-то приложения для своего собственного города, чтобы в нем было как-то лучше жить. И я просто лишь только призываю к каким-то вот таким вот оффлайн-исследованиям, которые, прежде чем погрузить человека, казалось бы, в такую привлекательную интерфейсную среду, да, среду экрана, лишь только подумали о том, как это все на самом деле соединяется с городом, меняет ли это действительно отношение к этому городу, и вообще изменит ли это что-то, кроме того, что человек, ну, например, будет сидеть дома в своем экране, и захочет ли он выйти в город. Дальше я бы все возможные способы использовала, которые вы уже перечислили, ну, если уж говорить о действительно каком-то действии. Вот, и, возможно, да, я бы, если бы у меня было такое желание и время, то я бы пошла бы к этим кафе и предложила бы им попробовать это сделать. Я бы попробовала пробиться в какие-то департаменты поддержки молодежи и попробовала бы, возможно, понять, как можно организовать какие-то дополнительные, не знаю, мероприятия вот на этой территории. Я бы пробовала, да. Мне кажется, что все это возможно. Ну, почему бы и нет? То есть я понимаю прекрасно, что всякие такие вот эти вот исследования, они вызывают какой-то скепсис, именно вот такой, какой, например, сейчас возник у вас, ну и что с этим делать? Но даже все то, что вы сейчас перечислили, поверьте мне, таких мыслей даже, в основном, у всех не возникает. Ну, я такая наивная девчонка, думаю, что если есть хотя бы мысли, то и дело появится. Ну, собственно, я на самом деле буду, наверное, закругляться постепенно. Скажу, что вот эти вот 10 подписок, которые мы подарим в конце, я тоже буду участвовать в жюри и буду, надеюсь, помогу какими-то своими знаниями о том, как можно вообще попробовать изучить проект до того, как его вы начнете делать. И эти подписки дадут бесплатный доступ на месяц к любому курсу, который есть в векторе. И надеюсь, что, возможно, он как-то вас замотивирует все-таки сделать какое-то исследование, прежде чем реализовать проект. Вот такое у меня выступление. Я готова еще ответить на какой-нибудь вопрос. И надеюсь, что было хоть чуть-чуть интересно. Аплодисменты. Тут на самом деле очень сильно зависит от того, в чем фокус исследователя. В данном случае, вот вы говорите о навигаторе, он скорее про поведенческие какие-то вещи, про то, как человек передвигается по городу, какие у него есть сценарии. А здесь так называемая работа с большими данными, которая сегодня просто поглощает умы человеческие. И она как раз просто смотрела на то, с какими подписями выкладываются фотографии, в каком месте было сделано фотографий больше. То есть это то, что называется сегодня визуальное исследование. Она пыталась, проанализировав огромный массив именно визуальных данных, ответить на те вопросы, на которые визуальные данные могут дать ответы. Я боюсь, сейчас не смогу ответить, но я знаю, что сегодня огромное количество таких данных, таких исследований, и не только в России, а в Америке, наверное, в первую очередь. И данные, ну, выводы делаются, правда. Например. Например. На самом деле, поскольку я была очень поверхностная, я это прекрасно осознаю, мне просто хотелось как-то показать разные области вообще подхода к городским исследованиям. Я оставила тут свою почту и телефон, я готова прислать всю литературу, ссылки, подробности этих исследований. Если хотите, пишите, я буду очень рада. И более того, если у вас появятся какие-то действительно интересные городские проекты, я как редактор журнала хочу сказать, что мы очень ищем такие истории, и я с радостью, не знаю, сделала бы вас героями нашего журнала и рассказала бы о ваших проектах, так что, пожалуйста, пишите. Вот.